История со строительством магазина в деревне Подтверью получила свое продолжение. Напомним, в конце лета этого года в редакцию нашего телеканала обратились жители Глазкова, которые были возмущены развернувшимися на одном из участков строительными работами. Сельчане были уверены, что деятельность предпринимателя незаконна. На днях ситуацию эксклюзивно для Тверского проспекта прокомментировали в прокуратуре Калининского района. Август 2021 года. На этих кадрах деревня Глазкова, что в нескольких километрах от областного центра. На одном из участков здесь весной этого года началось активное строительство. Местным жителям это сильно не понравилось. Поводом для возмущений в первую очередь стал вот этот забор, которым обнесли участок строительства в 14 соток. С одной стороны, рассказывают сельчане, он перегородил часть улицы, с другой закрыл обзор выезжающим на главную дорогу машинам. Да и пешеходам теперь передвигаться по родной деревне стало куда как сложнее. Они сразу же огородили часть у нас дороги, которая идет на улицу, где моей дочери дом стоит. И закрыли дорогу, оставили буквально. Да, вот видите, и вышли за красную линию. По мнению жителей деревни, действия предпринимателя незаконны. Они считают, что была допущена грубая ошибка в межевании участка, на котором сейчас развернулась стройка. Сельчане уверены, границы участка не могут располагаться так близко к проезжей части. Жители Глазкова направили коллективное обращение в прокуратуру Калининского района. Там доводы сельчан нашли убедительными. Проверка, проведенная надзорным органом, показала, что две улицы, которые граничат с участком, сузились до ненормативной ширины. Мы внесли представление в адрес главы Калининского района. Представление было рассмотрено безотлагательно. Приняты меры. Уточнены совместно ими с собственником участка, границы этого участка. Право, естественно, зарегистрировано. Контур участка изменен со смещением от проезжей части. Иными словами, прокуратура нашла нарушение в межевании земельного участка. Предписание о его устранении было составлено таким образом, чтобы соблюсти права как предпринимателя, владеющего участком, так и местных жителей, уточняют в ведомстве. Несмотря на то, что предписание об устранении нарушения было вынесено прокуратурой больше месяца назад, пока, как мы видим, картина на месте стройки не изменилась. Заборы стоят ровно там же, где они и были в прошлый наш визит в деревню Глазково. Впрочем, в надзорном ведомстве отмечают, что это лишь временные сооружения, и по окончании работ они будут убраны. Наш телеканал продолжит следить за развитием событий в деревне Глазково и еще раз посетить место строительства по окончании работ.